Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки Ниндзя Легенды. Так, и у нас ежедневная награда. Ребята, я в Лиге Сегунов 2 звезды, но наверное меня уже оттуда сбросили и сейчас мы с вами будем лично в этом убеждаться. Ну, во-первых, мы начнем с колоды, посмотрим, что нам здесь выпадет. Так, 6 долларов, да? Ребята, мне буквально еще 44 бакса и у меня будет 500 и я куплю сразу же себе телепорты. Забираем ревард за задание. Так, поднять уровень персонажа, это все понятно. Давайте, наверное, пройдем одну серию испытаний. Как говорится, по-быстренькому. Ребята, сейчас, как говорится, я с чистого листа начал, ничего за кадром не проходил, так что с вашего позволения давайте мы быстренько это все пройдем. Единственное, что я не буду делать второстепенные задания, там я не знаю, что у нас, пицца или мутаген, сейчас будет разыгрываться. А вот с этого, пожалуй, можно, ребят, начать. Здесь тут буквально секунды у нас, мы сейчас все это разобьем, разбомбим и пойдем с вами, сходим на лигу и сегодня, я, наверное, думаю, пройдем все два испытания, если у нас, конечно же, хватит сыра. Так, давайте мы быстренько добьем этого бота, отлично. Так, бежим далее. Так, давай, наверное, просто бомбанем и они выжили. Давай тогда вот так попробуем сделать бомбочку от зека. Ага, понятненько. Так, ребят, я, наверное, в конце этого видео выложу начало недели, когда у нас началось все это дело. Там видос не записался до конца, поэтому сколько будет, если не ошибаюсь, там минут 20, я как бы, ну, просто сделаем по скриптуму, да. Если кто захочет просто посмотреть, как там все это начиналось, ради бога. А полной серии не будет, как бы, потому что, ну, она, ребят, не записалась, еще раз повторяю. Ну что же, здесь мы с вами прошли. Давайте забирать сюрикены и теперь нам нужно что? Поднять уровень персонажа и, соответственно, сразиться в 10 боях. Так, мы здесь с вами обмениваем ДНК, обмениваем ДНК зека. Так, что у нас, ребята, еще тут есть? Так, вроде бы ничего, давайте тогда приступим к поискам. К поискам начнем, пожалуй, с бибопа. Так, давайте ко мне. Дай две ДНК, пожалуйста, дай мне две ДНК, не надо мне вот по одной. Ну, да елки-то и палки, да что ж так тяжело-то на тебя? О, ну, наконец-то, ребят. Две ДНК, все, дело пошло. А то обычно мне дают всегда по одной. И меня это немножко бесит, если честно. Так, и многие просили, чтобы я искал ДНК на Микеланджело. Где он у нас тут спрятался-то? Куда Майки опять от меня ушел? Да что ж такое-то? Так, Микеланджело, давай... А, вот он, вот он, ребята. Конечно же, он тут. Естественно, ребята, я буду искать на Микеланджело, на бибопа и на морзельную кошку ДНК, чтобы нам в ближайшее время как-то их прапать. Ну, смотри, ну что это, а, ребят? Ну, что сейчас они сделали? Они мне просто дали одно ДНК. Это, я считаю, нечестно. Так, и нам нужно еще на морзельную кошку. Так, так. Вроде бы, ребята, больше... Вот вы писали, там, на кого-то можно искать. Я проверял, по-моему, все. Больше ни на кого искать я не могу. Вот только вот на этих персонажей. Фух, так, ну что, надо еще где-то... Где-то еще нам замунтить одну победочку. Я думаю, что мы с вами сделаем это по сюжетке. Если мы зайдем в главу 7 и, например, найдем... Кто нам пригодится, ребят? Ну, например, та же самая морзельная кошка. А, нет, 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 не прокатит. Тут тоже не прокатит. Давайте на Кейси. Кейси Джонс. Да, ребят, мы получаем ДНК. Отлично, все. Так, забираем здесь ревард. Нам остается только лишь поднять уровень персонажа. Но это проще всего, ребята. У нас в данный момент 17 тысяч мутагена. И я думаю, что... Хо-хо-хоу. Кого нам... По-моему, на Леонардо не хватит. Там слишком много надо будет, да? Да, 20 тысяч. Ну, то же самое и на Рафаэле, естественно. А на Железную Голову сколько нужно? Давайте-ка глянем. Во, ребята, 16 тысяч. Давайте поднимем ему один уровень. Вот так вот. Кто-то писал, Рэй, ты так радовался, когда получил мутагеноида. Да, ребят, я радовался. Ну, а что я сейчас могу с ним сделать? Ничего. Вы сами видите, чтобы его дальше апать, мне нужно 400. 400, ребята, осколков. А у меня в данный момент 315. Ну, согласитесь. Максимум еще, может быть, 2 недели. И если мы будем с вами зарабатывать по 45 осколочков, то да. Через 2 недели, ребята, мы с вами проапаем. Точнее, кого-то переведем в платиновый ранг. Так что вы уже можете сейчас голосовать кого. Потом я, естественно, посчитаю голоса. И за кого больше всего проголосует народу, того, ребята, мы с вами и переведем. Для этого у нас еще, повторю, есть 2 недели. Так, ну что же, мы с вами это сделали. Давайте, наверное, сразу перейдем на турнирную арену. Почему, ребята, турнирная арена меня радует вот в этой неделе? Потому что, естественно, разыгрывается ДНК на Армагона. То есть, вы понимаете, да, мы с вами получим, например, 45 осколков. И из учета того, что у меня не так уж, конечно, и много их, это если посмотреть, у меня один, один осколок, ребят, всего лишь. То есть, ну, понимаете, 45, это, грубо говоря, мы с вами половину приобретем, да, и 45 еще на следующий раз, если, конечно, мы его где-нибудь другим способом не найдем. Жалко, что здесь, ребята, осколки, ну, не осколки, а вот карточки, да, ДНК, не выбиваются в игре, как в той же самом, например, Tower Defense. Вы помните, да, мы убиваем врага, и мы можем заработать с него ДНК. Здесь такое, ребята, не прокатывает. И хотел я просто посмотреть награды, сколько мы с вами получим, если я буду, например, в Лиге Сегунов. Да, ребята, 35 осколков. Я немножко ошибся, я уже на Лигу Мастеров 2 звезды покусился. Да, придется даже, ребята, 35 и плюс 1, это будет 36 осколков. Ну, потом еще можно будет нечаянно где-то приобрести его в магазине, да, такой тоже может быть у нас. Кстати, мы можем с вами сейчас приобрести 5 ДНК на Макмана. Всего лишь 2000 сюрикенов это стоит. И, естественно, ребята, я буду это делать. Так, посмотрим теперь по осколкам. 88, нам нужно 60, да. Естественно, ребята, мы с вами поднимаем, точнее, приобретаем ДНК. Ой, ДНК. Карточку на Донни Космос. Он нам нужен. Так, что у нас здесь? 180 осколков. О, ребята, это вообще мало. Ну что, теперь со спокойной душой мы переходим на турнирную арену. И смотрим, что меня, ребята, сбросили до Лиги Сегунов 1 звезда. Ранг, правда, 27. Это говорит о том, что мы сейчас быстренько с вами поднимемся обратно в Лигу Сегунов 2 звезды. Надо только определиться, с кем будем драться. Я думаю, что вот этот вот враг Руслан нам очень даже подойдет. Потому что у него уровень, как мы видим, максимальный 52. Минимальный, это 49. Значит, опять же, у нас будет выступать здесь Леонардо. Леонардо будет выступать. И чтобы не было моих прошлых ошибок, которые я допустил в прошлой серии, но не до конца это все дело снял. Потому что там некие неполадочки у меня пошли. Мы будем с вами работать, наверное, через... Слушай, а они не упадут у меня. Взял таких салабончиков, так скажем. Можно сыграть через... Давай через железную голову, ребят, сыграем. Если что, мы поставим его в провокацию, чтобы он ловил на себя удары. Я думаю, его так легко просто не пробить. Так, смотрим. Да, начинаем мы с вами с вертушки. Я надеюсь, хоть кто-нибудь упадет. Упали многие. И железная голова, естественно, ребята, добивает. Даже не надо было вставать ни в какую провокацию. Ну и единственное, что, конечно, сразу же за один бой я сплавил двух сильнейших, ребята, своих героев. Это, конечно, не дело. Но зато мы с вами быстренько переберемся в лигу, в следующую. Так, давайте дальше, ребят, продолжать. Оу, как тут? О-хо-хоу! Смотри, как нам везет, ребята. Иисус Мануэль. Давай мы, наверное, с ним подеремся. И тут я возьму, опять же, нашего любимого Леонарда. И будем вот этих ребят возвращать в строй. Вместе, вместе, пожалуй, с Ванькой Стиранко. Хорошо, уговорили. Пускай будет Ванька. Он 60-го уровня. Но я думаю, что здесь достаточно его будет, чтобы разобраться с этими сосунками. Ну-ка. Опа! Ребята, вот это косяк. Вот это называется... Убьют! Твою ж... Твою ж дивизию, ребят. Ну, вот как ты так можешь, а? Ваня, я не могу понять. Ну, почему у тебя такая инициатива маленькая? Ну, с чего вдруг, а? Ну, давай Дони. И Дони даже не подбили. Ну, молодец. Конечно же, массовая атака от него. Так, ну, эти ребята еще и держатся, слава богу, хоть. Так, кто у нас тут будет следующим? Наверное, Лео. Блин, вот у Лео вот этот удар с прыжка, да, ребята? Очень жесткий. Ну, с обидели. Просто Леонарда взяли и подбили мне. Ну, здесь, естественно, ребята, мы уже с вами побеждаем. Тут понятно. Да, понимаете, я не могу понять, как посмотреть, кто и когда будет ходить. Именно по инициативе. Тут вот инициатива тут самое главное, да? Да, ребят. Я думаю, что мы сейчас с вами перейдем на следующий ранг. Но, видите, из-за того, что у меня погиб один боец, мы с вами задерживаемся, так сказать, здесь. И будем брать, наверное, ноунейм. Можно, конечно, и Николая взять, но я думаю, что лучше ноунейм взять, потому что, ребят, он такой, ну, достаточно слабенький. Без обновления, ребят. Я не обновлял, не искал новых персонажей, новых игроков. Будем вот здесь так справляться. И я думаю, что можно будет здесь взять Змейка Вьюна. Нет, я возьму Рокзара все-таки. Почему Рокзара? Потому что он самый первый встает в провокацию. Для меня это очень важно. Провокация здесь очень сильная. Нам нужна, хотя, много массовых атак. Это у нас и Рафаэль вражеский, да, и Шреддер. Они могут нам здесь сейчас подпортить жизнь вообще просто по-черному. Но минус, как говорится, два персонажа. Ну, вот, 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 вот. Видите, что делает? Массовая атака. Ага, ладно. Мы делаем с вами скилл Усаги. Естественно, это защита дополнительная, контратака у нас на двоих персонажей вешается. И давайте массовый выстрел от Микеланджело Робин Гуда. У-ху-ху-ху. Что это было? Что это было? Я спрашиваю тебя. Почему ты не смог пробить? Так, что? Фу. Я думал, ребята, сейчас он сделает эту массовую атаку. Но нет, все отлично. Минус. Так, и, наверное, давай попробуем Шреддера добить. Потому что я не хочу Кунаичи рисковать. Он же у нас сплинтер. Делает контратаку. А тут все. Тут у нас идеальная получается победа. Отлично. Так, мы с вами, естественно, перелетаем в Лигу Сегунов. Две звезды. Это как пить дать. Пускай даже не спорят со мной. И единственное, что меня интересует, какой ранг. Восемьдесят шестой, кстати. Это хорошо. Это очень даже, ребят, хорошо. И давайте, наверное, мы с вами выберем Андрея. Будем с Андрюхой драться. Так, ну что? Опять же, забираем нашего Лео. Сорок пятый, сорок пятый, сорок пятый уровень. И тут пятьдесят первый, пятьдесят третий. Здесь нам нужно взять кого-нибудь покрепче. Можно, в принципе, ребята, взять Зека. Но вы увидите, что у него Микеланджело такой есть, который один из первых, ребята, усиливает свою команду. И для этого мне, наверное, взять надо кого? Хм, мы можем... Да елки-палки, мне бы Таунта какого-нибудь, если честно. Мне бы какого-нибудь Таунта взять. Или Зека. Зек бомбочку бросит, да? Ладно, попробуем, ребята, через Зека. Зек бросит бомбочку. Потом, я надеюсь, сходит Леонардо. Ну, как-то так у нас должно получиться для начала. И будем надеяться, что все упадут. Так, Лео, давай, не подведи меня, родной. Больше половины снеси, пожалуйста, мне. Он просто взял и снес их всех. Да, но зато малыши мы и отыграли. И, соответственно, мы с вами приближаемся к 50-м уровням, которые уже могут хоть как-то за себя постоять сами. Без какой-то либо поддержки. 69-я позиция, да? Ладушки, давайте тогда прицениваться. Слушайте, вот, например, кто такой Реми... Джиус, Реми Джиус. Ну, давайте с ним. 55-й уровень. Так, Лео еще, ребята, два раза у нас поучаствует в битвах. И давай вот так возьмем. Крысиного короля. Он, кстати, Крысиный король. У меня, ребята, падал в последнее время. Очень больно его наказывали. Ну, так, раз, два, три. Лео. Лео, наверное, захиляет все-таки, да? Скорее всего, ребят. 55-й уровень. Я почему-то переживаю за Армагона и за Крысиного короля. Я вот серьезно говорю, я переживаю за этих ребят, потому что их могут здесь просто нагнуть. Блин. А другого варианта я не вижу, к сожалению, ребят. Что мы тут можем сделать? Ну, например, мы можем взять вместо Бибопа Микеланджело. Просто если мы с вами сольемся вот здесь вот. Давай вот так, наверное, поменяем. Я возьму все-таки вместо Крысиного короля нашего Шархана. Тигриного когтя. Попробуем, ребята, так. Я надеюсь, они все-таки выстоят, не упадут. Слишком такая команда довольно щекотливая. Потому что, ребят, мы сейчас сделаем с вами вертушку. Леонардо, наверное, на следующий ход. Вот, видите, начинается массовая атака. Так. Давай-ка мы с собой, наверное, Леонардо попробуем добить. Потому что он потом захиляет стопудово. Но уже нет. Уже ничего не получится. И пробивной от Шархана. О-оу. О-оу. Хотя, что? О-оу, ребята. Все будет окей. Вот оно как делать. Слушайте, можно было бы, в принципе, наверное, тигра и не брать. Мы могли бы, наверное, так справиться. Но я не стал рисковать, грубо говоря. И давай 50-ю, пожалуйста. Давай. Во, 52-я позиция. Отлично. Отлично. У нас очень хорошо. И определяемся, ребята. Я, наверное, сейчас с помощью... Хотя нет. Джастина возьмем. Блин, нет. Не будем Джастина брать. Не хочу, ребят. Слишком такая команда. Довольно серьезная. Мне нужны такие, знаете, одиночники, скажем так. У которых нет массовых атак. Ну, будет ли такая у нас команда здесь? Во. Ага. 57-й, 55-й. Нет. Не пойдет. 53-й. Вот, в принципе, ребята... А даже... Вот. Вот. Идеальная. Мача. Вот идеальная. Или Мача. Я не знаю. Идеальный, ребята, соперник для нас. Давайте возьмем Лео. И вот здесь вот можно как раз и взять Крисиного Короля. Можно взять Микеланджело. Возьмем также Змейка Вьюна. И Карай, Карай, Карай Змея. Или обычную Карайку взять. Или же взять нам Нейтрализатора. Как вы думаете? Так, 51-й, 52-й. Слушайте, я думаю, что, наверное, мы здесь должны справиться и так. Этих бойцов мы уже с вами заберем для следующего боя. Давайте попробуем. Должно у нас все-таки что-то здесь получиться идеально. Меня, конечно, Бакстер Стокман смущает также. Тут и Шреддер, как мы видим. Вот. Начинаем, короче... Почему у Микеланджело, ребята, всегда... Инициатива офигенная. Он всегда ходит практически первый. Так, я надеюсь, Шреддер не будет здесь захил делать свой. Ребята, как-то... Я думаю, хоть что-то сейчас сделаем. Ё-моё, блин. Знал бы я, что Лео так вот может всех уложить на лопатки. Я бы взял бы все-таки всех малышей своих. Ну что же, 37-я, ребят, позиция у нас. Мы приближаемся с вами к Лиге Сегунов 1 звезда. И... Пум-пум-пум-пум-пум. И надо нам взять с вами... Нет, давайте обновим. 56-ый уровень, 55-ый это не то. 57-ый, опять не то все. 58-ый, да что ж ты будешь делать? Дайте мне хотя бы 50-ый, 52-ый. Где-то вот так вот. Нет, ребят, почему-то они не подсовывают мне таких персонажей. Они только дают 55-ых, 56-ых, 60-ых. Но не ниже. Смотрите, ребят, как будто клеймо какое-то прилипло к ноге. И они дают вот... Ну, вижу, вот, ребята. Ну, более-менее оптимал. Более-менее. Давай попробуем сыграть. Так, это у нас Маджин. Так. И возьмем мы с вами Рафаэля. Возьмем Криса Брэдфорда. Раз, два, три. А что получается, что у меня... О-о-о. У меня, ребят, пропадают... Просто пропадают два героя. Ну, здесь не вариант их брать, согласитесь. Здесь не вариант вот с этими вот. 41-й, 40-й уровень. Хм. Ну что же, раз у нас это последний бой, ребят, давайте тогда... Чтобы уж наверняка никто у нас не упал. Да? Чтобы у нас все здесь прошло идеально. Вот такую выявим команду. Что-то немножко, конечно, не так пошло. Ну, ладно. Не пройдем мы, ребят, с вами в Лигу Сюгнов. Одна звезда, по крайней мере, не в этой серии. Так, захил есть у них? У них... Слушай, у них нет хиллера. Давай, ребят, делать. Ага, хорошо. Так, дополнительную защиту. Я думаю, здесь она больше нам пригодится. Началось, да? Развлекуха. И вставим провокацию на Рафаэля. Все, ребят. Здесь будет, естественно, уже победа за нами. Ну, кто тут устоит? Ну, кто? Никто, абсолютно. О, получи плюшку. Минус майки. Так, ага, провокацию будешь брать на себя, да? А, нет, очищение, ребята. Это очищение было. Так, доктор Роквелл что-то тут выделывается. Он поставил себе защиту. Слэш делает прыжок свой. За это поплатится. Ну, не добили. Ладно, хорошо. Опять Роквелл. Второй раз, ребят, он ходит за ход. За один раунд. Инициатива обалденная. Так, делает иммунитет. Да что ж, в кого бросит? А, ну, конечно, в Рафаэле. И получит за это плюшку. Так, ребят, я не знаю, что случилось. У меня почему-то вылетела игра. Давайте посмотрим в турнире. Мои игроки остались или нет? Которые были, которые играли. Или же что? Попытка прогорела. Ребят, попытка по ходу дела у меня прогорела. В первый раз, кстати, вот такое получается, что вылетает игра. Что за ерунда? Я не могу понять, ребят. Что случилось? Дайте хоть посмотреть, мы где с вами? Мы в Лиге Сегунов. У меня 33 ранг. Короче, получается, что как будто бы я проиграл, да? Ну что же, а теперь, ребят, мы с вами переходим. Переходим на испытания. И начнем мы, пожалуй, с вами с живи долго и играючи. Давайте начнем отсюда. Так, ну что же. Мы с вами в данный момент будем разыгрывать Паукуса. Так, давайте-ка я, наверное, Криса отсюда уберу. И поставлю, скорее всего, Бакстера Стокмана. Мне кажется, от него больше здесь толку будет. Только лишь из-за того, что у него есть два вида волны. Да? Первая это Маузеры. Так, ставим на автобой. А вторая волна, это у него, ребят, смертельная. Я ее так прозвал. Ну что же, сейчас мы быстренько с этими охламонами разберемся. Вообще, буквально вот здесь сейчас пару боев будет очень-очень жестких и легких в то же время. Ну, потому что 10 уровень, ребят. Сами понимаете, 12 даже. Ну, в принципе, никакой роли не играет. Нам нужны противники где-то уровня с такой вот колодой, где-то уровня 60. Еще там мы можем с вами, как говорится, немножко пужануться. Ну, а здесь будем проходить просто на изи. Получать с вами опыт, получать с вами карточки. Давайте пойдем заработаем себе пиццелицево. Почему бы и нет? Кто намешает это сделать? Нет, самое интересное, почему игра стала вылетать. Вот для меня, ребята, это непонятно. Просто взяла на пустом месте и свернулась. Причем не просто свернулась, а вылет, крит какой-то или что там. И попытку я, естественно, ребята, сфейлил. Соответственно, мы с вами и по рангу не поднялись чуть выше. Ну, да ничего страшного. Я думаю, что до конца, ребят, недели у нас все с вами получится. Мы с вами... Хотелось бы, конечно, мне пройти в Лигу Мастеров. Хотя бы в Однозвездочную. Но это так редко получается, потому что буквально немножечко стоит не поиграть. И тебя сразу же сбрасывают. А тем более, ребят, я с завтрашнего дня выхожу на работу. Мой отпуск закончился. И я, ребята, буду работать. Соответственно, видосики будут выходить намного реже. В связи с тем, что у меня работа по 12 часов, ребята. По 2 дня. То есть там, соответственно, приходишь. Потом нужно будет еще отдохнуть. Так что, как говорится, не обессудьте. Если видосики будут выходить не так часто, как вы привыкли их видеть. Так, ну что, ребята. Давайте последних архаровцев сейчас с вами забомбим. Так. Отлично. Ну, и грибы сейчас свое тоже получат. Ну, здесь, ребят, конечно же, все легко и просто. Я вот не помню. Здесь в этом у нас раунде будет босс Химера. По-моему, здесь, да, все-таки. Мне что-то подсказывает, что именно здесь будет Химера. Так, карточка на Крипа нам досталась. Ну что же, давай пойдем теперь. Вот это я понимаю, ребята. Вот это я понимаю. Леонардо ролевой нам нужен. Он нам нужен. Потому что у нас, как говорится, он не прокачан полностью. Да, и вот эти вот ДНК как раз будут очень нам полезны. Пускай даже и одна штучка. Но все равно хорошо. Так, забомбили гриб. Второй. Ну, эти солдатики для нас ерунда. Ребят, сороковой пока еще уровень. Буквально еще две битвы мы можем с вами проходить на изи. Так. Молодец. Железноголовый молодец. Делает пробивные. Но он на самом деле хорош. Вот когда изначально я его убрал, он какой-то был слабенький, кислый. Ну, а сейчас довольно такой крепкий. А, ребята, нет. У нас не Химера здесь. У нас будет здесь, конечно же, крокодил. Да, крокодил. Собственные, ребят, персоны. Ну, что же. Я думаю, сейчас мы его быстренько здесь накумарим. И если я не ошибаюсь, мы с вами даже доходили до второго раза, когда он появляется. Но там мы уже его осилить не смогли. Потому что у него там слишком высокий уровень. И у него слишком большой дамаг. Надеюсь, сейчас... Если мы даже дойдем до него... Команда-то, согласитесь, нехиленькая. Практически вся имба здесь у меня собралась. Леонардо ролевой. Две ДНК, ребята. Вот так-то вот. Две ДНК. Так. Ну, что же, давайте тогда попробуем две ДНК заработать на Рафаэле. Этот Рафаэль тоже. Вообще, ролевые черепашки у меня не прокачаны, ребят. Они сосунки. Поэтому есть смысл, конечно же, здесь бороться до последнего. Так. Минус. Ну, это, ребята, крысы обычные, да? Наверное, которые убежали от крысиного короля. А может быть, которые, наоборот, против него. Что тут еще? Тут у меня тикток вышел. С какого вдруг перепугу? У меня его давно уже нет. Вот так, пробиваем. Отлично. И давай-ка. Зачем ты сделал, Рафаэль? Зачем ты сейчас сделал вот этот пробивной? Я не понимаю. Можно было бы и без него обойтись. Он бы тебе, наверное, в дальнейшем пригодился. И смотрите, ребята, самое удивительное, что они до последнего ждут, когда у них будут вот эти вот активироваться суперудары. То есть, первые, самые первые удары они делают обычные. И очень-очень редко пользуются своими суперударами. Например, почему он не вызывает маузеров, да? И же тут целая команда. Ведь может же. Может, но не хочет. Почему? Понятия не имею. Как-то вот странно он делает. Зато, когда остается последний враг, да, он может вполне... Ну вот, смотрите, ну что он... Вот он бросает... Почему он эту бомбочку не бросил, например, в самом начале раунда? Ведь все равно же ее потратил, так ведь? Странный, конечно. Искусственный интеллект здесь в игре. Ну да ладно, ребят, мы с вами дальше продвигаемся. Рафаэль у нас ролевой. Получаем мы с вами две ДНК. И переходим, кто у нас там следующий. О, следующий у нас Микеланджело. Тоже, ребята, ролевой. Кстати, этот персонаж, который, ну, воплотился, что он типа Робин Гуд, да, тоже мне нужен. Если его хорошенько, ребят, прокачать, его можно будет брать в основной состав, потому что он снимает все негативные статы. А вы знаете, что враги у нас там в дальнейшем пойдут, такие хитрожопинские, которые вешают там проклятие, постепенный урон, всякую ерунду на тебя, да, понижение атаки, понижение защиты. И только лишь, ну, по крайней мере, из тех героев, которых я знаю, только, по-моему, Микеланджело может снять это все со всей пачки. Больше, по-моему, кроме него никто этого делать не может. Хотя, может, может кто-то, но у меня этих героев пока, наверное, нет, ребят. Так, зачем ты заблокировал ему способность? У него никакой способности вообще нету. Это же обычный скелет. Обычный скелетон. Так, ребята, заметьте, уже 60-е уровни. Так, то есть, следующее будет у нас разыгрываться Донателло, да, ролевой, и, скорее всего, это будет последний бой, где мы с вами сможем, наверное, проходить идеально. Так, поджаривает, молодец, постепенный урон. Да зачем? Ну, зачем вот сейчас буду сам, ребята, играть своими руками? Потому что иногда это так тупо все выглядит. Так, что ты делаешь? Что это такое? Воу, защиту он повесил на себя. Смотри, какую, при чем, ребят. Безответную. То есть, я бомбить буду, здоровье не отниму, а он останется живехонький. Так. Неплохо пробивается. Сейчас мы его ушатаем. Слушай, ну какой он... Он еще и хиляет. Ага, вот так даже. Нифига, зэк, ты бомбанул по леву. Даже очень хорошо, очень круто, ребят, он бомбит. Ну что, добиваем, наверное, да, его? Что-то как-то... Что, массовая атака, да? Неплохо вжарил. Плюс повесил, ребят, постепенный урон на нас. Ну что же, мы с вами прошли. Мы с вами зарабатываем ДНК. Так, Микеланджело ролевой. И следующий у нас будет, это, ребята, Донателло. Здесь я уже буду сам играть, потому что 75 уровень. Это немало, немного, ребята, это сложно будет. 75 уровень, поехали. Так, приступим. Не будем, ребята, тратить здесь супер атаки, супер удары. Мы все это должны оставить на последних, ребят, бойцов. Так. Воу, 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 потише, парень. Ну вот, ребята, видите, они ставят на себя уворот. И это плохо. Попробуй, как говорится, 75 уровень теперь пробить на увороте. Не знаю, ребят, как-то сложно. Воу, судара, ничего себе ты. Вот это, да, вот это Бакстер меня сейчас удивил. Ну, а тут, конечно же, ребят, мы с вами промахиваться будем, да? Ну-ка, вообще... А, во, все, пробили. Так, тут будет 5 волн, мы с вами уже на второй. Главное, чтобы они не делали на себя вот эти вот всякие увороты. Иначе мы с вами не сможем их пробить. Давай-ка... Да давай просто добьем его. Так, ниндзя. Если мы попробуем волной вот так вот. Что-то как-то больно, легко и просто мы их тут разбираем. Не должно быть такого вроде. Третья, ребят, волна у нас. И опять скелетики. И опять у нас тут скелетики. Будем просто, ребят, бомбить. Они ничего из себя такого не представляют. Они ватные по большому счету. Так, добиваем. Так, начинают, естественно, прыжки. Ага, на железную голову, ребят, почему-то прыгнули. А, у Рафаэля все, ребят, закончилась провокация. Поэтому они, естественно, будут бомбить наших персонажей уже. Любых причем. Так, ну-ка, добьешь? Нет, зэк, ребят, не добивает. Он почему-то слаб. Слабы у него удары против вот определенных персонажей. Но зато он отгребает от этих персонажей. Очень неплохие плюшки. Так что, провокация у меня только лишь, ребята, может быть на... Сами понимаете, на ком. Да-да, это именно на железноголовом. Поэтому будем, наверное, сейчас... Слушай, я не знаю. Или нам захиляться, или нам попробовать бомбануть. Давай, наверное, начнем с Донателла. Ага. Выпускаем с вами волну маузеров. Отличненько, ребята. Отлично. По зэку, да? Нет. По железной голове бомбануло. Так, подожди. Сейчас кто? Так, ну, этот снимает антибафы. Хотя их и не было. А этот волну. Что? Ёлки-ты-палки. Ребят, ты понял? Я в первый раз, кстати, вижу такой удар. Когда выпускает щит. Он свой. И убивает. Это, наверное, самая последняя стадия, да? Блин. Сможем мы с вами одолеть-то, а? Кстати, у меня провокация, ребята, откатилась. Ладно. И у нас опять же этот крокодил-босс. Ну что, попробуем его забомбить. Не знаю, ребята, получится или нет. Мне почему-то кажется, что нет. Мне почему-то кажется, что не получится. Давай вначале мы возьмем провокацию, наверное, с вами. Оу. Твою же маковку, ребята. Что он творит, а? Ты видел, как он бомбашит? Он сейчас добьет его, да? Ой-ой-ой. Постепенный урон, ребят. Постепенный урон у нас тут висит. Давай попробуем тоже на него повесить постепенный урон. Так, отлично. Но... Жалко, конечно, железную голову было. Давай попробуем вот так вот бомбануть. Что? Вот так вот. Ребят, вот так вот он разбирается с неверными, так скажем. Блин, мне бы его пробить. Ну, Рав, давай бомби. Отлично. Так, и давай еще раз бомбанем. Слушай, ребят, мы пройдем его. Здесь мы его пройдем, потому что... Да. Контур-атака от Рафаэля очень хорошо его подбила, ребят. Ну что же. Все очень хорошо, замечательно. Да, не на три звезды, конечно. Но главное, что мы с вами получаем ДНК. Ну, на коже голову, я думаю, смысла, ребята, идти нету. А он будет именно в эпизоде 8. Потому что, смотрите, ребят. Уровень 85-й переплевывает всех моих героев. Соответственно, ну, смысл туда ссуваться. Причем они 85-й уровень и все в платиновом ранге. Конечно же, я не потяну. Просто-напросто. Ну что, ребята, наверное, мы с вами на следующую серию оставим с вами еще одно испытание, да? Которое у нас будет называться «Городская война. Свет в темноте». И, конечно же, будем ее проходить. А там уже и откроется у нас, ребята, учитель сплинтер, который мы тоже с вами будем проходить. Ну что ж, друзья мои, на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых, ребята, скорых видосиков. Удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok